Доброе время суток, друзья! В этом уроке я покажу, как подвешивать подвижные объекты на примере колеса и веревок. Первым делом размещаем подвижную модель колеса над землей и даем ему имя. Далее нам нужна точка крепления, которая будет связывать колесо и подвижную веревку. InfoTarget подойдет идеально. Ему также дайте имя и приклейте entity к колесу. Теперь нам нужна динамичная веревка, и это Length Constraint. Открываем свойства и в переменной Entity 2 пишем имя модели колеса. Сама же Entity будет в роли начальной точки веревки, а колесо будет ее вторым концом. Ну, в плане физики мы закончили. Если зайти в игру, то видно, что колесо закреплено. Проблема только в том, что нет веревки. Чтобы веревка была видна в игре, нам нужно добавить две Move Rope и объединить их. Но и даже это еще не все. Осталась маленькая, но очень важная деталь. Нам необходимо заставить Move Rope повторять движение подвижной веревки. Logic Measure Movement. Размещаем на карте и заходим в свойства. В первой переменной вписываем имя объекта, движения которого будут отслеживаться. Это наш InfoTarget. Вторая переменная. Сюда нужно добавить первый конец веревки, который неподвижен. А вот в третьей переменной добавляем второй конец веревки, который должен быть связан с колесом. Ну и последняя переменная. Сюда вносим имя первой точки, чтобы она оставалась неподвижной. Я понимаю, что может это все звучать слишком муторно и непонятно. Но вы попробуйте и разберетесь. Ну а мы закрываем окно и тестим карту. Все работает как часы. Ну более-менее. На этом мы закончим. Ну а я скажу традиционное удачи тамадачи. Продолжение следует...